Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – детский травматизм, его причины и профилактика. Сегодня у нас в студии Кузин Алексей Александрович. Это главный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Алексей Александрович, тема сегодняшней у нас, я считаю, всегда злободневная, всегда очень актуальная. Поэтому давайте сначала расскажем, какие виды детского травматизма. Понятно, что бывает школьный, спортивный, дорожный. Давайте, какие виды, насколько распространены у нас вот эти виды детского травматизма в Ульяновской области, и, может быть, по России в целом вы знаете статистику? На самом деле, тема очень актуальная. Детский травматизм всегда был очень острой проблемой, и очень много внимания уделяется ему профилактике детского травматизма. Что касаемо статистических данных, то за год на территорию Ульяновской области регистрируется около 30 тысяч травм. Это и амбулаторные, и стационарные. Это много достаточно. Если в рамках Российской Федерации, в рамках Павловского федерального округа, мы занимаем среднюю позицию, даже чуть ниже среднего. В данном отношении максимальный уровень травматизма все-таки в южных регионах больше фиксируется. Травматизм разделяется, естественно, по видам травм, зависит от того, где они происходят. Первое место занимает это бытовой травматизм, который занимает около 50-60% всех травм. Это те травмы, которые дети получают дома, в жилых помещениях. Второй вид травматизма – это уличный травматизм. У него приходится около 30% травм. Но сразу говорю, что эти травмы отличаются степенью тяжести. То есть, если бытовые травмы, как правило, это легкие, либо средняя степень тяжести травмы, то уличный травматизм – это уже, как правило, средняя степень тяжести, либо тяжелые травмы. А поскольку эти травмы дети получают на улице, как исходит из названия, и уличная среда отличается особой агрессивностью. Больше тех травмирующих факторов, которые могут воздействовать и способствовать получению травм. И на прогнозах. Совершенно верно. Плюс в наш век технологического развития очень много средств передвижения, очень много тех опасностей, которые совершенно приводят к получению травм. Реже травмы наблюдаются в школе. Школьный травматизм – примерно 6% всех травм. Как правило, эти травмы легкие. Дети эти травмы получают на переменных. Сталкиваясь с лобами друг с другом, падая с лестниц, при различных обстоятельствах. Следующий вид травм – это дороже транспортный травматизм. Это самый редкий. Примерно 2% травм приходится именно на передорожных транспортных происшествиях. Но эти травмы самые тяжелые. Примерно 30% таких пациентов получают сочетные травмы. То есть, допустим, черепно-мозговая травма, переломы, либо травма внутренних органов. Причем 15% из этих сочетных травм заканчиваются летальным исходом. Поскольку травмирующие факторы самые агрессивные. Дети такие травмы получают, либо находясь в качестве пассажиров в машинах, но чаще, особенно в последнее время, регистрируют травмы, когда дети управляют каким-то средством передвижения. Велосипеды, самокаты, электросамокаты. Дети зачастую не соблюдают правила дорожного движения, катаются по проезжей части, не знают элементарно, где можно, как можно переходить, переезжать дорогу. И не пользуются средствами защиты, шлемы на коленке, на локотнике. И зачастую получают травму. Причем возрастная группа у таких детей, это, как правило, школьный возраст. Если бытовые травмы получают дети, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста, то уличные травмы и дорожные транспортные травмы дети получают именно больше средней, либо старшей возрастной группы. Алексей Александрович, тогда, раз уже дорожные транспортные происшествия, они наиболее дают очень тяжелую степень воздействия, все-таки с какого возраста нужно разговаривать с детьми, доводить до них информацию об опасности дороги, об опасности дорожно-транспортных и самих вот этих вот всяких там происшествий. И иногда видишь, даже родители идут с ребенком, не на тот свет переходят, не в положенном месте, даже не держат за руку, с кем нужно проводить, когда нужно проводить, вот сложный, конечно, вопрос, но все-таки, как вы считаете, прививать вот эту культуру дорожного вот этих вот поведения? Педиатры вообще советуют воспитывать ребенка, когда он еще находится в трубе матери, разговаривать с ним, слушать музыку. То есть все-таки от родителей должно исходить? Совершенно верно. Пример прямой? Совершенно верно. Во-первых, с детьми надо беседовать, беседовать начинать с тех пор, когда ребенок уже один проводит время. Даже если это ребенок, так скажем, младшего возраста, уже с ним надо дома беседовать, объяснять, что нельзя спичкой им пользоваться, нельзя пальцы в розетку совать, нельзя пить неизвестную жидкость, поскольку на самом деле очень часто дети двух-трехлетнего возраста получают химические ожоги пищевода, выпив ту или иную жидкость, ну, химические бытовые яды. Это очень тяжелые же такие состояния. Такие случаи не заканчиваются без последствий, как правило, это тяжелая структура пищевода, это ограничение в жизнедеятельности, зачастую приходится таких пациентов оперировать, опять же, без последствий, как правило, не обходится. Когда дети начинают самостоятельное время проводить на улице, опять же, надо позаботиться о том, где они проводят это время, если играть, то в специально отведенных местах. Ну, с кем, по присмотрам, да? То есть все должно быть. На квартирных площадках, на школьных студиях. До какого возраста все-таки присмотр должен быть? Вот вы считаете, до какого возраста надо все-таки следить за ребенком? До 14 лет, до 13, до 12, скольки? Я полагаю, пока ребенок растет, то есть пока он считается ребенком, до 18 лет за ним надо следить. Поскольку в каждом возрасте свои травмы. Ну, хотя бы контролировать, да? Вот так вот, в какой степени. Совершенно верно. Пусть где-то внегласно, но чуть-чуть контроль должен быть, конечно. Поэтому беседовать очень важно с детьми, причем это надо делать периодически. Дети забывают очень часто, поэтому там раз в месяц в любом случае надо проконтолировать, побеседовать, объяснить. И вы совершенно правильно сказали, необходимо собственным примером подавать ребенку пример, воспитывать всего. То есть, если едешь за рулем, взять это пристегиваться. Если ребенку купил самокат, велосипед, ну, позабося, купи ты ему шлем и какие-то средства защиты. Или на машине едешь, там говоришь, вот сейчас мы поедем, зеленый загорится, мы поедем, да? Или, например, вот видишь, люди стоят, они стоят, потому что красный свет светофора горит, да? Совершенно верно. И вот объяснять такой, где-то в игровой форме, может быть, да, где-то такой, ну, доступной, да, в дружеской форме объяснять ребенку, ненавязчиво, как говорится, да, потому что сейчас молодежь такая у нас. Нет, совершенно правильно, запугивать детей нельзя. Да, да, да. Нельзя детей сильно в чем-то ограничивать, потому что дети, они любознательны, им все это интересно, они развиваются, они познают мир. Ну, свободу, конечно, надо давать. Конечно, но надо на самом деле в игровой форме, в какой-то теплой беседе, но ребенку объяснить, как правильно себя вести, что делать в каких-то критических ситуациях, ну, и на каком-то примере показывать, так более доступная до детей доходит информация, поскольку если просто сказать ребенку, ну, нельзя пить здесь, допустим, щелочь какой-то, он мимо шеи пропустит. Ну, кстати, Алексей Александрович, вот дома ребенка подстерегают очень множество опасностей, да, это вот, вы уже сказали об этом, это отравление различными там веществами, химическими ожоги, там все прочее, отравление, да, дальше, может быть, там электричеством, да, тоже это такая беда прям, вот, выпадение из окна тоже, да, это прям вещь такая стала. Очень забавдевная проблема. Как всего это вообще избежать, вот, какая профилактика в этом направлении должна быть? Вот сейчас вот хочу, чтобы вы прям к родителям обратились в этом плане. Ну, про беседы профилактического характера мы уже сказали, но помимо этого должна быть активная профилактика в виде создания той безопасной среды, в которой ребенок находится, то есть максимальная безопасность ребенка. Но если дома, допустим, ребенок проводит время, уберите вы препараты, таблетки какой-нибудь подальше. Все химические бытовые яды либо под замок, либо как можно выше, докуда ребенок не достанет. Электричество есть в специальной заглушке, да? Совершенно верно. Это особо касаемо детей второго года жизни, когда начинают они полный... Все хотят. Совершенно. Он видит какое-то отверстие, берет что-то там, сует, соответственно, удар током получает. Помню девочку под Новый год, к нам госпитализировали, она за гирлянду, как держалась, так вот у нее вот отпечатки, ожог на обеих кистях, отпечатки именно этих лампочек. Почему? Ну, проверьте исправность гирлянды, правильно? Что касаемо мебели, постарайтесь мебель закрепить, чтобы не падало на детей, потому что дети любят лазить. Порез на шкаф, шкаф на него прокинул, соответственно, тяжелейшая травма. Что касаемо антимоскит и сеток, это очень актуальная проблема, уже началось, как говорится, уже жаркое время наступило. Картина у всех одинаковая. То есть, дети дошкольного возраста, жарко, они заложены на окно, окно, как правило, открыто на распашку, ребенок облакачиваясь на сетку, которые, естественно, выдерживаются, и ребенок выпадает из окна. Ну, если проветривать уже, ну, возьмите ребенка с собой, да, проветривать помещение, потом обратно заняты. Ну, или хотя бы открываясь на миг о проветривании. Вот это очень важно, поскольку, на самом деле, ну, наверное, половина таких детей погибает, поскольку это, как правило, падение с четвертого, там, пятых этажей, падение на бетон, либо какие-то там заборы, и все заканчивается. Печальные истории очень такие, да. Алексей Александрович, ну вот с наступлением лета, летний каникул, да, и дети, они очень активны, катаются на велосипедах, на скейтах, там, да, играют в бутбинтон, там, баскетбол, волейбол, футбол, и, соответственно, конечно, получают различные травмы. Вот есть ли, например, там какие-то порезы или там какие-то царапины, вот как нужно сразу промыть водой, там, или как нужно обработать, вообще тактику поведения вот в этом случае? Ну, во-первых, не паниковать, конечно же, во-вторых, на самом деле, если вы находитесь не в медицинском учреждении, а далеко от медицинского учреждения, в любом случае необходимо рану обработать. Рана считается инфицированной, условно инфицированной, если прошло с момента получения раны до обработки 6 часов, поэтому обработаться рану, ну, желает антисептиком, если этого нет, хотя бы чисто механическая очистка, чистой водой, уже это будет... То есть, проточной водой обычно? Совершенно верно. И сверху желает наложить какую-то антисептическую повязку, ну, желает антисептическую, если нет возможности, хотя бы чистую. То есть, внутрь раны не лезть, ни в коем случае, да. Некоторые там начинают бриллианты зелени, там, йодом, да, раствор йода, не надо этого делать, только края. Совершенно верно, йод вызывает ожог, и без навыков, без медицинских навыков обработки рану, вы можете, наоборот, способствовать... То есть, промыли и астептические повязки? Наложили повязку, да, и в любом случае ребенка надо доставить в медицинское учреждение, это либо травмпункты, либо стационарные какие-то больницы, где уже будет полноценная помощь оказана. Алексей Александрович, а вот если, например, там, перелом или вывих, вот случился уже, да, здесь как? Обязательно нужно в травматологическое отделение гостепилизировать ребенка? Или как-то можно самому что-то помочь? Если подозрение на перелом, в любом случае надо... Ну, это обязательно, тут даже... Да, необходимо поврежденную конечность обездвижить, иммобилизировать. Алексей Александрович, давайте сразу признаки хотя бы скажем, вот, ну, отек, там, вот это все, да, припухлость, покраснение, вот это все хотя бы, чтобы родители сразу знали, что здесь можно заподозрить или перелом, или вывих, да, когда нужно в травмпункт именно. Ну, первое, что ребенок жалуется на боль и говорит, что был факт травмы, то есть он упал. Второе, то, что мы визуально видим, на самом деле, деформацию, отек, и если выражено смещение, то даже можно услышать крепитацию косых отломков. Ну, это проверять, естественно, ни в коем случае нельзя. Ну, уж когда открытый перелом, там уж явно прям... Открытый перелом, там уже ни с чем не спутаешь. Поэтому самые такие явные симптомы – это деформация, боль, ребенок щадит поврежденную конечность. Поэтому, если есть подозрения, в любом случае необходимо обездвижить, иммобилизировать любыми подручными средствами, будь то палка, будь то жесткий журнал, либо картонка, прибинтуйте просто, зафиксируйте два смежных сустава. То есть, если это предплечь, соответственно, лучший запятый сустав, локтевой сустав, если перелом плеча, то это, соответственно, локтевой сустав, плечевой сустав, ну, это то же самое касаемо ног. Если подозрение на травму позвоночника, что очень часто бывает при падении детей с высоты, с детских горок, там, с гаражей, там, с недостроев, с деревьев, то ребенок жалуется на боль. И часто ребенок отмечает, что тяжело дышать было первые, там, 30-40 секунд. Это первый признак перелома позвоночника. В таких случаях ребенок надо уложить. Ни в коем случае не вставать, ни в коем случае не ворочаться, просто уложить. Если ребенок жалуется на боль в шее, то желательно сделать из любых подручных средств какой-то вратник. Если вообще ничего не получается, просто в лежачем положении ребенка необходимо доставить в лечебную часть жизни, где будет проведена полная диагностика, будет поставлен диагноз, уже определится врат, дежурная, дальнейшая тактика лечения. Алексей Александрович, ну, с наступлением летнего периода тоже еще одна проблема возникает. Дети хотят купаться, хотят посещать водоемы, пляжи, там, где-то разрешено, где-то не разрешено. Конечно, вот хочу сразу, чтобы вы тоже обратились к нашим зрителям, сказать, что нужно купаться только в тех местах, которые предназначены для этого, правильно? Потому что можно там на что угодно, как говорится, напороться. Если, предположим, в дыхательном пути попала вода, вот как в этом случае помочь ребенку, что в этом случае нужно сделать, какую помощь нужно звать или что самому нужно сделать? Давайте об этом тоже скажем. При утоплении, на самом деле, огромную роль играет тактика в первые минуты. Да, секунды, минуты прямо это же решено. Поскольку вода, попав в дыхательный пути, вызывает асфиксию, и в дальнейшем зачастую деталем исходом. Первое, что наперво, надо ту воду, которая попала в дыхательный пути, как-то пытаться эвакуировать. Для этого либо на живот кладем, либо на бок, либо на коленку кладем ребенка, чтобы вода вытекла, вода из дыхательных путей. В дальнейшем начинаем периодичную реанимацию в виде движения, то есть на дальнюю грудную клетку, и рот в рот обеспечим дыхание. Таким образом, мы обеспечим поступление воздуха и кислорода, и тем самым мы можем возобновить дыхание и сердцебиение. И в любом случае, даже если ребенок очнулся, у него все хорошо, в любом случае необходимо доставить в лечебное учреждение, поскольку зачастую наблюдается пневмония именно после утопления. Поэтому в любом случае необходима полная диагностика. Это так называемая аспирационная пневмония? Совершенно верно, пневмония любой водой. Потому что любая вода, она как бы нестерильная. Инфицированная идет. Алексей Александрович, возвращаясь к домашнему травматизму, хочу вернуться к этой теме, что дома подстерегают очень много опасностей. Про мелкие детали, игрушек, это же не просто так пишется на игровых наборах, что с трех лет, например, или с пяти лет, из семьи. Я тоже хочу, чтобы это прозвучало, потому что все-таки нужно смотреть, что приобретаешь ребенку, что даришь, что возрастные ограничения не просто так сделаны. Потому что на самом деле нередки случаи, когда человек проглатывает какую-то мелкую деталь, опять же идет, может быть, асфиксия быть, и травматизация гортани, и зева, и так далее. Давайте об этом тоже скажем. Потому что, мне кажется, нередки такие случаи. Нет, конечно. Очень часто у нас на днях прям крик души был у заведующей. эндоскопическим отделением, она за неделю удалила несколько монет. Дети, как правило, дошкольного возраста, им интересно, они проглатывают монеты. Монета как бы еще полбеды, это она относительно безобидна. Но некоторые дети проглатывают острые предметы, которые могут вызвать перфорацию желудочно-кишечного тракта, либо магнитики. Часто бывает такое. Были у нас случаи, когда проглатывают магниты, два магнита в кишечнике ходят, ходят, ходят. В конце концов, в разных участках кишки друг к другу прилипают и вызывают перфорацию кишечника вследствие пролежния стенки кишки. Некроз там даже может быть. Совершенно верно. Отсюда перитонит, отсюда тяжелейшие осложнения. Что касаемо дыхательных путей, на самом деле часто очень вдыхают различные предметы. Поэтому в любом случае, на самом деле, вы правы. То, что необходимо смотреть на те игрушки, для какого возраста они предназначены. И если что-то случилось у ребенка, опять же, необходимо грамотно оценить ситуацию. Если ребенок, на самом деле, поперхнулся, подавился, посинел, даже если потом начал дышать, все равно это подозрение на инородное тело дыхательных путей. В любом случае, необходимо доставить в медицинское учреждение, где будет проведена диагностика в виде регионографии, которая позволит визуализировать то инородное тело, которое в дыхательных путях. С последующей эвакуацией путем бронзикопии это необходимо делать. Алексей Саныч, а в этом случае тогда в каком положении, в каком состоянии, как госпитализировать или вообще не трогать, то есть до приезда скорой, или как это все? До приезда скорой в любом случае ребенок будет что-то делать, поэтому лучше вертикализировать. Для чего? Для того, чтобы легче дышать было. Потому что в лежачем положении ребенку тяжелее просто-напросто дышать. Ну и разговаривать, наверное, с ним общаться, то есть стараться как-то успокоить. Это же тоже очень важно, психологический аспект. Потому что если он, я не знаю, кричит, плачет, это же тоже вызывает еще больше риск попадания дальше, в глубже уже, да? Все, наверное. Бывает, что родители начинают на детей кричать, что ты сделал, прочее, прочее. И дети в таких случаях даже скрывают какие-то факты, лишь бы мама, папа не ругались. Нет, надо с ребенком спокойно разговаривать, объяснить, спросить, то есть полностью максимально прояснить ситуацию, и потом, исходя из этого, уже какие-то делать действия. Алексей Александрович, хочется еще такую тему затронуть. Вот, понятно, сейчас солнце светит, ярко, да? Опять же, я хочу к летней тематике, да, к этой, которая сейчас в настоящее время. Солнечные удары, тепловые удары, как их избежать, если это уже наступило, да? Если на самом деле получился там или ожог солнечный, там, да, или тепловой удар, какая должна быть тактика поведения родителей в этом случае? Ну, вообще, давайте на эту тему немножко поговорим. Ну, во-первых, тут важна очень профилактика, поэтому, на самом деле, родители должны обращать внимание, в какое время ребенок проводит на свежеводских подслуждах. Давайте скажем, прям, какое это время лучше всего, чтобы безопаснее. Ну, в обеде, все рекомендуют это до 12 часов, а с 12 до 2 часов лучше проводить время в тени. То есть яркие прямые лучи, потому что, да? Совершенно верно. Позабочить, чтобы у ребенка была какая-то панамка. Позабочить, чтобы у ребенка была легкая одежда, чтобы он не перегревался. Ну, и обильное питье очень важно, поскольку детский организм, он обладает огромными резервными возможностями, он очень быстро восстанавливается. Но также детский организм обладает огромной реактивностью, он остро реагирует на все. Ребенку гораздо легче получить солнечный удар, нежели взрослому. Поэтому, если подозреваете, что ребенок перегрелся, получил солнечный удар, а это начиная от просто сонливости, какой-то такой заторможности, до потери сознания, то в любом случае надо ребенку, во-первых, дать минеральную воду, поскольку мы тем самым кисло-челочной баланс, водный баланс в какой-то степени улучшим. И плюс, в любом случае, необходимо обратиться в лечебное учреждение. Алексей Александрович, хотел еще, знаете, такую тему затронуться. К травматизму она относится косвенно, но все-таки иногда приводит к таким очень печальным последствиям. Я знаю, что в этом плане ведется и у нас профилактика, и в других регионах тоже ведется. Я имею в виду укусы животных. То есть это же тоже травматизация, правильно? То есть, как правило, бывает и дети страдают, и взрослые страдают от этого. Вот давайте об этом скажем тоже. Вот если, например, покусала собака или кошка, например, поцарапала до крови, не до крови, неважно. Ну, животные, которые вы не знаете, что это за животные. Ну, даже если знаете, да? То есть, ну, все равно, какова в этом плане тактика поведения родителей? Что нужно делать? Куда обращаться? И к чему может привести, например, необращение за помощью? В любом случае, за медицинскую помощь необходимо обратиться. В любом случае? В любом случае. Если это область, житель области, то это центральная районная больница. Если это житель города, то это травмпункты. Для чего? Во-первых, рану необходимо обработать, поскольку... Профессионально причем. Совершенно верно. Поскольку кукушная рана, она заведомо инфицированная, поскольку та микрофлора, которая содержится в полосы рта любого животного, она уже заразная. Поэтому рану необходимо обработать, чтобы она не нагноилась. Первое. Второе. Необходимо провести профилактику столбняка и бешенства. Причем не имеет значения, привитая собака, не привитая собака. В любом случае, профилактика и бешенство проводятся. Либо иммуноглобулином, либо иммуноглобулином вместе. С специальной вакциной. Это проводится в терминологических пунктах, либо в центральных районных больницах. Если же пациенту требуется стационарное лечение, при больших обширных повреждениях, там, где необходима уже хирургическая обработка, под общим наркозом, то пациент гестерализируется в соответствии с учреждением, согласно тому, где ребенок проживает. Но в любом случае, при любых ранах, необходимо обратиться к медицинскому работнику. Алексей Александрович, я знаю, что ежедневно в вашем учреждении и вами лично спасается множество детишек, именно от травм и все прочее. Может быть, какой-то интересный случай расскажете, чтобы такой наглядный, чтобы вспомнил сразу, и как пример, чтобы привести, что действительно своевременное обращение приводит к хорошему прогнозу. То есть не надо бояться, не надо самолечением заниматься, нужно действительно обращаться к людям в белый халат. Вот здесь, на самом деле, помощь, она реальна, да, и она должна быть, оказана быть своевременной, да? Есть такой вот пример? Ну, я знаю, что у вас их много, конечно. На самом деле, надо слушать детей. Если у ребенка что-то болит, он скрывать не будет, если, конечно, он не напуган. И если видеть, что состояние ребенка страдает, значит, что ему что-то болит, необходимо обратиться. Зачастую пациенты попадают в наше хирургическое отделение с запущенными случаями аппендицитов, когда уже аппендикс нагнается, лопается, и гнойный содержимый изливается в брюшную полосу, возникают перитониты. Зачастую также обращают пациенты за старелыми народными телами в дыхательных путях, когда уже возникает ритаз легких, когда уже возникает длительная текущая пневмония. Также пациенты обращаются с нагнающимися ранами, когда рана уже гнойная, соответственно, уже не будет того косметического эффекта, нежели ребенок обратился там в первые 6 часов. Из ярких случаев, наверное, самые яркие, к сожалению, тяжелые случаи, это дороже транспортное происшествие, это и выпадение соком. Поскольку такие пациенты, на самом деле, получают тяжелейшие травмы, как правило, таким пациентом занимаются сразу несколько специалистов, это в любом случае ренематолог, это травматолог, хирург, нейрохирург, то есть такая полифункциональная бригада таким детьми, собственно говоря, работает. И зачастую такие пациенты с одного отделения, в другое, в третье, и многие проводят около месяца в лечебном учреждении. Потом, впоследствии, в течение года и даже нескольких лет, они получают длительную реабилитацию, направленную на компенсацию тех функций, которые либо были утрачены, либо пострадали в результате получения травмы. Что касаемо именно особенностей детского возраста, костно-мышленной системы, дети растут. И часто бывает, что последствия травм появляются через года. Часто оперируют таких пациентов, получил перелом, все хорошо, без смещения, проходит пациент через 2-3 года, а у него деформация развилась. Это именно особенностей детского возраста. Кости растут, и повреждение ростковых зон негативно влияет именно на рост скелета. Приходится выполнять реконструктивный операцию таким детям. И опять же, длительная реабилитация. Что касаемо дорожного страста по происшествиям, то же самое практически. Дети получают тяжелее сочетанные травмы. Поэтому почему мы регулярно в средствах массовой информации освещаем эти проблемы? Мы вызываем к родителям, поскольку на самом деле львиная доля профилактики тут зависит от родителей. Поскольку ребенок получает информацию, как правило, либо дома, либо в том социуме, где он развивается. Но в школе, как правило, дети занимаются уроками, во дворе они и играются. Поэтому основная все-таки роль в данном случае профилактики травм – это именно родителей. Беседуйте, создавайте максимально безопасную среду. Кстати, сотрудники ГИБДД тоже очень часто проводят различные акции профилактические. Разъясняют водителям и работают с родителями. То есть, как себя нужно вести на дорогах. Очень хочется, чтобы нас, зрители, услышали, что, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. Не надо, если у вас, тем более, ребенок в машине, не надо рисковать. Не надо лишний раз идти на обгон и так далее. Пристегиваться обязательно. Правила дорожного движения, они же не просто так придуманы. Сколько раз мы на этом все обжигались и все равно, как говорится… У нас на самом деле существует несколько государственных программ межведомственных. Там, где и социальные службы, и медицинские, и сотрудники ГИБДД участвуют в кругах стола. Я знаю, что вы совместно все это проводите. Да, да. Имеют такие мероприятия огромную пользу, поскольку профилактика, как мы знаем, это основа основы. Конечно. Возвращаясь к началу разговора, вы спросили, с какого возраста надо с детьми заниматься. У нас существует в роддоме, в принотальном центре «Мама» даже такая программа, когда социальные работники с мамами, еще мамами, которые либо готовятся стать матерями… И уже с ними проводят беседы. Да. Либо которые только родили, уже с ними проводятся беседы по профилактике именно дорожного транспорта, травматизма. То есть, ну, объясняют, как себя вести. Такая своеобразная школа борьбы с травматизмом. Совершенно верно. И благодаря этой программе, на самом деле, у нас дорожный транспорт, травматизм именно детей первого года жизни значительно снизился. Эта программа межведомства, она по всей России работает, и данные очень-очень положительные. Спасибо большое. Алексей Александрович, ну, и уже по традиции, в заключении нашей программы, может быть, какие-то пожелания такие добрые? И как от врача-травматолога, от опеда, и как просто от человека? Ну, слова, наверное, повторяю из-за дня в день одни и те же. Любить своих детей, заботиться о них. А забота должна проявляться именно в создании той комфортной, безопасной среды, в которой ребенку будет, на самом деле, и интересно, и безопасно одновременно. Тем самым вы обеспечите здоровье своему ребенку, возможно, спасете жизнь, обеспечите себе какую-то достойную старость. Спасибо большое, Алексей Александрович. Ну, что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю счастья, успехов. Берегите детей. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.